У нас программа. Мы неделю назад купались на Брайтон Бич в Атлантическом океане. Как там? Чуть-чуть потеплее. Сгорели там. Потеплее. А все-таки там должно быть сильно теплее, по-моему, нет? Нет, теплее, да. Ну, на 2-3 градуса, наверное. А нам домов купается на Брайтон Бич? Купаются. Слушайте, а на Брайтон Бич у вас не было какого-то там дежавю? Я не знаю, такое вроде... Нет. Это, наоборот, странно очень было. Да, одесский акцент. Мы его только в кино, наверное, видели. А так, ну, просто люди почему-то катаются на этих креслах. Да. Хотя... Так инвалиды, наверное? Ну, такое ощущение, что на самом-то деле нет. Или, я не знаю. Что они могут, в принципе, встать и пойти. Они просто хорошо выглядят. И вам кажется, что они могут физически встать. А они даже сидят на кресле и хорошо выглядят. Ну, и там низкое качество сервиса. Именно Брайтон. Это мне показалось. То есть, там люди с собой привезли. То есть, мы зашли в какой-то ресторан. Пол меню нет. То есть, вот столько салатов написано. Есть только этот. Причем, ну, как-то странно. Он еще тут выбирать будет. Да, да, да. Там был специальный ланч. Кроме него, в принципе, выбрать особое... Нечего от этого было. Нечего. Кашпировский уступал после нашего обеда. А мы помнили только на Брайтон-Бич. Прям настоящий? Да, да. А в России вы уже как бы не знают. Ну, только те, кто там 80-е телевизор очень... В конце 80-х телевизор хорошо смотрят. Ну, взрослое поколение, естественно, знает. Да, взрослое поколение. Не, ну, даже мы знаем. Мы еще помним эти времена, естественно. Даю установку на добро. На чужое добро. На чужое добро. Ну, на самом деле, очень даже, в принципе, отзывчивые люди. То есть, вот мы с ребятами немножко потерялись, потому что мы жили в разных отелях. И приехали. Нет, люди отзывчивые. И у меня сел телефон, и это была проблема, потому что я знал, что ребята где-то на Брайтон-Бич, но я не мог их найти. Они приехали чуть раньше меня. И я зашел в один из магазинов с мобильными телефонами, и вот молодой человек, который был там, работал продавцом, он помог мне за бесплатно, говорит, давайте пять минут глазами девушки. То есть, она такая счастливая, такая улыбается. Нет, на Брайтон-Бич мне не понравилось. Я не знаю, как-то было такое. Вот, знаете, в Нью-Йорке, когда мы были, там люди такие вот добрые, вот от них прямо вот веет этой добротой, понимаете? И здесь так же вот все. А там вот нету такого ощущения. И вот у нас, кстати, вот в России тоже такого нет. Что, как бы, подойдешь к человеку, если спросишь, вот тут вот спрашиваешь, он уже тебе улыбается, все готов рассказать, показать. А здесь такого, ну, вот, на Брайтон-Бич не было. Да, такого. Вот, мне не понравилось это. Сервис тоже согласен. А вот дома у вас там, да, значит, в Архангельске? Да. Там вот когда, ну, гуляете в общественном месте, там, да, я не знаю, в Дамтауне, там где красивые, есть места такие? Где молодежь гуляет. Ну, парочка есть, да. Там нет такого, что вот идешь и там хамят или матом ругают со всех сторон или там... Именно тебя? Ну, меня? Не тебя лично, но вообще, вот идешь по улице. Ну, бывает, конечно, но я бы не сказала, что много очень, но бывает, да. Ну, то есть есть места, где можно просто пойти нормально. Все районы, где, так скажем... Куда вообще лучше не ездить. Туда лучше не соваться даже. Вот. А так, ну, в красивых вот местах, где как бы гуляют. У нас вот... Нормальные люди есть же... Основное место это набережная такая, она просто очень через весь город идет. А набережная, это что, прям, я извиняюсь, северная ледомитая океана? Нет, это... Северная двина. А, река. Да. Ну, она уже в Беломоре. В Беломоре, да. В Беломоре, да. Если вы знаете Кандалакский заповедник... Ну, Кандалак, что знаем, заповедник. А там заповедник был, да, там, я помню, поселок назывался Паяканда. Вот такой поселок маленький. Я там был в старой отряде в 16 лет, еще школьником был. Рыбы было много. Вот вы знаете, какая там погода и все. Холодно. Я бы сказал, летом было холодно. Ну, вообще сейчас... Люди ходили в батниках летом. Сейчас там, наверное, градусов 15-12 лет. Да, так и было, да. Ну, это уже практически полярный круг. Ну, там недалеко. И солнышко иной раз не садилось. Так оно только пойдет, пойдет вниз. И так не дошло, и вверх пошло. Я помню, да, очень прикольно. Мело, да, полярный день. То есть вы там так вот и жмете. Ну, вот у нас сейчас лето было. У нас было тепло две недели в июне, наверное. В конце мая, начале июня. Потом холодно-холодно. В июле, может быть, там неделька. Неделька. Получилось тепла. Вот такого тепла, что 25 градусов. Ну, 22-30. Слушайте, а вот я, правда, я давно не был. То есть я был 10 лет назад, но я только в Москве был там недельку по работе и уехал. Значит, вот такой вопрос. Вот вы живете в Архангельске. Если вы поедете в Питер и поедете в Москву, то, что можно зайти в магазин и купить из одежды, например, из продуктов питания, один в один или все-таки... У Питера и Москва дешевле. Дешевле? А, по ценам, да. И еда дешевле, и одежда дешевле. То есть зарабатывают больше, а у них еще и дешевле. Ну, да. Ну, как и здесь. Здесь еще дешевле, чем в Москве, получается. А, вот. Ну, если смотреть по... Ну, видите, в разных магазинах по-разному тоже есть. Есть магазины, в которых дешевле, а есть где и подороже. Местная торговая сеть. Вот давайте мы к девушке. Значит, местная торговая... Девушки, по идее, они же больше интересуются. Вы интересуетесь. Да. Вот. Вы правильный человек. Значит, местная торговая сеть. Она как-то впечатляет, вот когда приезжаешь? Или, допустим, с Москвой, с Питером, там, с Архангельском, я не знаю. Вот есть что-то такое, что ты говоришь, вот, скажем, больше ассортимент? Да, конечно, есть. Есть такое? В Нью-Йорке больше ассортимента или здесь? Больше ассортимента. Или здесь? Вот если сравнить Нью-Йорк с долиной? Ну, в Нью-Йорке больше. Больше. Мне тоже кажется, что там больше европейского. Вот здесь у нас больше такого тихоокеанского, а там, вот, если хочешь, там, испанское, французское, итальянское, там больше намного. Вот даже сейчас с ребятами ездили в магазин, как раз буквально, перед встречей с вами. И, хотя, я очень хочу себе джинсы привезти из Америки. Ну. Но тут все джинсы такие прямые. Ну, они такие широкие. Мне вот не нравятся такие. Нравятся какие-то более зауженные, такие, знаете, чтобы, ну, как бы, и вот тут вот все они прямые, вот такие трубы идут, и все. Вот я видел, я понял, я был в Киеве пару месяцев назад, и я видел, там все ходят в таких зауженных, что даже снизу молнии, иначе не снимешь. Ого-го-го. Это вот эти? Ну, на Фудопе, да. Так, господи, вы знаете, что есть специализированные магазины, где любые джинсы есть? Может быть, мы не были просто. А вы где хотели? Ну, мы были в Купертино, а в Сирс. А, нет, ну, нет. Но Сирс это даже не особо одежный магазин, он славится инструментами, холодильниками, там, плитами и так далее. То есть, Сирс, конечно, это не одежный, там есть одежный отдел, я не помню, чтобы я в жизни что-нибудь купил в Сирсе из одежды. Вам надо, ну, я вам расскажу, это не вопрос. А вы не видели, я снимал сюжеты из магазинов. Ой, ребята, я знаю, куда вам надо, я вам расскажу сейчас. Вы же на машине, да? Да. Все, сделаем. Это отдельный совершенно мир, то есть это, ну, только время надо, знаете, вот бывают такие места, куда придешь, можешь целый день там провести с этим шопингом. Понятно. Ну, что же, а вот вы там, как предприниматель веб, там, технологии, там, я не знаю, IT, там и так далее. То есть, вы как бы с прицелом, что вот, может быть, что-то на Америку вам распространится, или вы просто турист и все? Нет, естественно, интересно посмотреть, как живет долина, да, как живет Америка, то есть и западное побережье, и восточное побережье. Хотелось бы, естественно, предлагать свои услуги по всему миру, да? Ну, и американский рынок очень хороший, очень интересный. Денежный, конечно. И нужно, да, в принципе, здесь есть хорошие проекты, здесь есть деньги, и здесь есть технологии, то есть, в принципе, это все интересно, потому что долина, она двигает, да, прогресс, можно сказать. То есть, здесь лучшие кадры, которые создают, ну, грубо говоря, будущее, да? Ну, поскольку денег много, и как бы, вот тут 40% мирового венчурного капитала здесь, вот на пятачке, поэтому, соответственно, они много денег кладут в технологии, соответственно, они разбираются в этом, они знают, во что вложить. Вот какой-то вопрос мне на канале, там, зовут, вот, я слышал, там, в Канаде, стартап-виза, вот, это замечательно, но деньги здесь, понимаешь, поэтому у нас сейчас своя стартап-виза, там есть проект, чтобы это было, ну, вот реформа немножко сейчас застопорилась, есть надежда, что она к новому году будет все-таки, но вопрос в том, что деньги есть, и ты можешь в любой стране сделать визу, а как дальше быть? А инвестор, он разбирается, а он хочет, чтобы ты был рядом, чтобы с тобой, там, раз в месяц, там, сходить в кофейку попить, и заодно посмотреть, что с денежкой делается, и как развивается, может быть, помочь надо, может быть, понимаете, здесь есть кому помочь, здесь есть любая экспертиза, то есть, я помню, знаете, какое время, когда все стало очень дорого, вот, это было конец 90-х, бумировало тут что-то, сейчас, конечно, больше бума и больше всего этого, но тогда это было, вот, как бы, с более низкого уровня начиналось, бумировало, зарплаты росли, черти что, и начали создавать такие Силигоновые долины по стране, где-то там, в Северной Каролине, где-то там, под Чикаго, в Аризоне, вот, город Чандлор такой есть, вот, ну, там, кстати, неплохо стоит сейчас, и вот они думали, сейчас они вот там создали, там дешевле, там жилье дешевле, там можно меньше платить, там, объясняется, что ехать никто не хочет, а людей нет, или вот у нас товарищ один, он был сейчас в Северной Каролине, там, город Шарлотт, с моей точки зрения, это рай земной, потому что там все дешево, полно работы и людей нет, у меня вот и студентов, кто хочет куда-то поехать, я говорю, езжай в Шарлотт, там, ну, действительно, и вот парень вернулся, год отработал, и он говорит, ты знаешь, пять часов, все идут домой, всем пофигу, вот, целый день на работе сидят, всем пофигу, то есть абсолютно другой мир, никто не работает сверхурочной, никто не создает стартапов, никто не двигает технологии, ну, как кирпичик вали, да, поэтому, конечно, здесь очень специфическое такое, и здесь всем пофигу твой акцент, наверняка есть масса мест в стране, где акцент важен, и от тебя могут шарахнуться, или что-то, но не там, где технологии здесь, а кто здесь без акцента вообще говорит, я не знаю, может, моя внучка, там такого возраста, а так и остальные, да? Да, мы заметили очень много азиат, азиатских, да, ребят, вот, очень много индусов, ну, это логично, потому что все-таки русских, вот, мы пытались найти, мы были когда в Гугле, вот, даже там немножко позавтракали, вот, Гугл немножко нас покормил. Нам сказали, давайте, давайте, мы взяли. Да, там, ну, что-то вроде сэндвича такого. Интересно. Так обычно надо же там пропуск, чтобы пройти, ну, да, они не проверяли. Там у них достаточно открыто, да, то есть... Тут карта и паперу, да. Да, нам в этом плане повезло, то есть у них открытые здания, несколько зданий, им нужно зайти в задний дворик. Ну, покушали, короче. Там у них столовая. Ну, нормально покушалось или так. Да, хорошо. У них очень, очень, конечно, удобно, там ребята играли в волейбол, вот, кто-то кушал, кто-то там за ноутбуком сидел, то есть очень, конечно, атмосфера приятная, очень комфортная. Я как-то много-много лет назад работал в компании Борланд, есть такая. И как-то я засиделся долго, мне там не положено было как консультанту долго сидеть, но так вышло. И где-то час ночи, что ли, был. И мы пошли там, у них бассейн там был на территории, и там полно народу плавало. То есть они так работают, ну, там поработал, пошел поплавал, часок обратно на работу. То есть я думаю, когда же они ночуют-то, господи, где они спят? Там и спальня, значит, есть где-то. Даже не знаю, не видел, спальня не видел. Ну, да, специфическая атмосфера, конечно. В гугле мы увидели вот русскую девушку, она проходила, мы хотели подойти к ней, пообщаться. А как видно, что русская? Она по телефону разговаривала. Да, она говорила по-русски. Ну, прилично все так, без мата там. Нет, конечно, естественно. Она говорила, но, честно говоря, если бы мы не услышали речь, мы бы ни за что не поняли, что она русская. Поэтому, может быть, кто-то еще был, но друг с другом по-английски, когда они разговаривали. Девушки местные, вообще, что про них скажете? Я терпусь, да? Как женским глазом, а то другой вид. Другая перспектива. Вот так же, если сравнивать даже с Нью-Йорком, в Нью-Йорке, на мой взгляд, гораздо больше интересных девушек, чем здесь. Они более нарядные. Может быть, более нарядные. Может быть, так же, ну, хотя высоких вроде там так особо и не вспомнила, так, девушек. Вы сейчас еще в Лос-Анджелес поедете, да? Вот так. Все все там. Горибут. Не то что, но, как сказать, настроение другое. И девушки, у них другая улыбка, они по-другому идут, они на каблучках, они наряжаются. И там большой бизнес, там вот эти шмотки, и там инфашиев, там, знаете, здесь. Вот здесь, да, они следят как-то за тем, что как-то одет или что-то. Да, здесь их девочек-то мало. Поэтому, какая вот не пойдешь, а все, внимание тебе. Так что, девушки, если кто обделен вниманием, приезжайте к древнюю Долину. Ну, а на вас посматривают, так девушки взловят на себя. А сгода отрывают. Да, есть такое? А вы как-то ни в чем не бывало, так идете. Пусть смотрят. Ну, что ж, хорошо. Ладно, давайте я вам пожелаю, так сказать, успехов в дальнейшем движении. А ребятам что-нибудь на форуме хотите сказать? На форуме, на канале у нас. Вы не с форума говорим про ЮС, да? Нет. Вы просто каналы. Ну, мы знаем про форум, но... Хорошо, вот на канале ребятам, которые смотрят, им же интересно вот ваше впечатление. Ну, надо ехать и смотреть, так сложно объяснить. То есть, все-таки есть смысл? Да. Есть что-то такое, что ты видишь, а так вот издалека непонятно. Да. Почувствовать, да. Да, сюда нужно приехать и именно почувствовать. И с людьми пообщаться. А правда здесь воздух какой-то? Вот я все время слышу, что какой-то воздух тут. Ну, я не знаю. Вот у океана есть там, да? Да, конечно. Но здесь есть... Вот мы едем, и запахи пищи постоянно попадают в машину. Запахи американского гриля, бардельку, они, конечно, заманиваются. То есть, не то, что цветы какие-то. Нет, здесь какое-то растение, я не знаю, какое-то пахнет. Но это только где оно есть. Жариной картошкой. Нет, ну, я не знаю, чем-то такое елю какой-то, но не елю, как-то вот. Какое-то такое. Но так в целом, не знаю, воздух как воздух. Нет, воздух приятный, чувствуется южный такой. А вот по сравнению с Нью-Йорком, а там как воздух? Или там влажно, что там? Там чувствуется влага, да, там, такой, более, как сказать, насыщенный. Здесь он сухой. Ну, нет такого, что, допустим, так влажно, что мокрый ходишь или как-то такого нет там? Нет. То есть, летом посушим. Хорошо. Потому что некоторые жалуются, я ездил часто в Нью-Йорке, но я никогда там не жил именно, вот как жить. И некоторые говорят, что зима тяжелая, некоторые говорят, что летом бывает тяжело, вот что влажно, жарко. Нет, нам легко было. Ну, отлично, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok